Сегодня в коридорах детской поликлиники на Халтурино относительно пусто. Редко можно встретить откровенно кашляющих и температурящих детей. По сравнению с Минской областью, в нашем городе ситуация с детской заболеваемостью ОРВИ и гриппом относительно спокойная. На сегодняшний день заболеваемость по ОРВИ и гриппу примерно такая же, как и в прошлом году. Это ситуация обычная для января месяца, для сегодняшних холодов, для сегодняшней погоды. Обычная штатная ситуация. Дети, конечно же, болеют. Вы сами видите, что на улице мороз, метель. Ну, это обычная штатная для нас ситуация. Альбина Блохина приходит на прием к педиатру уже не первый раз в этом году. Мама очень внимательно прислушивается к здоровью своей девочки. И поэтому подозрение о том, что ребенок простудился, ее насторожило. И ответственная мама, не откладывая, повела дочь к врачу. Из беседы с доктором было ясно, что мерам профилактики Ирина уделяет большое внимание. Когда снегопад, когда сильный мороз, на улицу мы стараемся не выходить. Но, тем не менее, когда погода получше, мы больше гуляем. Это позволяет защититься от всяких простудных заболеваний. Стараемся, чтобы питание было здоровым, чтобы побольше было витаминов, натуральных витаминов. Ну, и, конечно же, стараемся избегать контактов с больными детьми, потому что, ну, наверное, это первый источник каких-то инфекций для ребенка. Однако не все знают об этих простых, предупреждающих болезнь в мерах профилактики. Особенно, если речь заходит о поведении именно во время трескучих морозов. Гулять не более получаса, проверять носики и ручки у ребенка, а также правильно одеваться. И это еще не все советы, которые позволят оградить вашего малыша от нежелательной болезни. Непосредственно, конечно, перед прогулкой необходимо одеть ребенка адекватно. Это, значит, слой одежды ребенка должен быть на один слой меньше, чем мама одела бы себя. При прогулке на улице также надо учитывать температуру. Понятное дело, что при высокой, при низкой, вернее, температуре ребенок не должен посещать улицу. Эта температура должна меньше 20 градусов быть. До этого порога, конечно, ребенок должен посещать улицу. Врачи прогнозируют подъем заболеваемости осыми респираторными инфекциями и гриппом в начале февраля. В любом случае, несмотря на обилие противопростудных и медикаментов против гриппа, нужно помнить, что болезнь лучше предупредить, чем лечить. Поэтому уделять внимание профилактике необходимые условия для здоровья как детей, так и взрослых.